В свою квартиру людей в спецформе Ирина Большова впускает без опасений. Она знала, что придут с проверкой сотрудники газовой службы и ждала специалистов. Осмотру подлежит всего один газовый прибор – плита. Ее-то тщательно и обследуют. Я без безопасности, потому что очень многие случаи было возникновение взрывов. Поэтому нужно соблюдать, как говорится, безопасное. Я очень рада, что они пришли и проверили у нас газ. Увы, квартиры открывают не все. Кого-то нет дома, кто-то напротив. Зная о визите, умышленно не пускает газовиков в свое жилье. И напрасно. Во-первых, это залог безопасности. А во-вторых, обязательное требование к частным владельцам газовых плит, колонок и водонагревателей. 410-е постановление уже конкретно подстегнуло всех к заключению договоров. Потому что много плит, которых, будем говорить, по 40 лет, по 50 лет никто их не обслуживал. Но если они не ломаются, они их не обслуживают, никто и не оплачивает. Просто люди, кто новые квартиры, кто заселяется, меняют или покупают. Они меняют плиты, колонки. Ну и во всяком случае это оборудование еще прослужит 10-15 лет. А люди, которые домам 40-50 лет, плиты и колонки, уже запчастей к этим плитам не выпускаются к колонкам. Тоже ремонтные базы. Тоже практически не существует. Обслуживанием газового оборудования в квартирах жителей занимается компания «Сервисгаз». К этой работе они приступили в апреле 2017-го. На сегодняшний день с населением заключено чуть больше 19 тысяч договоров на обслуживание. Но это всего лишь третья часть собственников. За год сотрудникам ООО «Сервисгаз» предстоит обойти 52 тысячи адресов. Чаще всего бывают недочеты, в частности утечки, связанные с тем, что люди прежде всего обращаются в неспециализированные службы, то есть в магазины обращаются, которые якобы дают гарантию на то, что на использование газообслуживающего оборудования устанавливают некачественно, неграмотно. Потом по своему незнанию используются газовые подводки, резиновые, которые имеют срок годности. И краны находятся в состоянии, которые закрашены, не обслуживались. Чаще всего либо требуют замены, либо какого-то технического обслуживания. Проверяют сотрудники специализированной компании и подводящие газовые трубы в подъезде. Измерительный прибор, издавая равномерные сигналы, дает понять, что все в норме. А если звуки будут вот такими, то это уже призыв к незамедлительным действиям. Звуки реагируют, когда будет утечка газа. Что будет, если будет утечка газа? Какие действия ваши? Устранить утечку газа. По квартирный обход сотрудники ООО «Сервис газ» проводят один раз в год. Причем о планируемом визите жильцов предупреждают заранее. Те же, кто отсутствовал в это время дома, могут лично обратиться с просьбой о проверке их плиты или нагревательного прибора. Те же, кто избегает общения и считает ненужным профилактический осмотр техники, могут и поплатиться за свою беспечность. С сентября месяца такие жители попадут в список. Для госжилоинспекции Московской области будут переданы списки. И с сентября месяца начнутся проверки по этому вопросу. Такие жители будут штрафоваться. То есть сначала будут выписываться предписания о том, что необходимо в кратчайшие сроки заключить договор на проведение технического обслуживания внутриквартирного газового оборудования. А потом будут вместе с предписанием выставляться штраф в соответствии с действующим законодательством. По законодательству штраф составляет от 1 до 2 тысяч рублей. На все вопросы жителей готовы ответить по телефону компании «Сервисгаз» 8-495-585-1504 или по адресу город Мытища, улица Комарова, дом 4. Юлия Федориненко, Константин Бондаренко, информационная программа «День».